Решение о проведении референдума в городе Севастополе в Крыму было принято вчера. Севастополь принял вчера под одобрительные возгласы севастопольцев, которые вышли на улицы города поддержать наше решение. Сегодня мы приняли еще три решения по проведению референдума. Они касаются технических сторон. Мы утвердили положение, утвердили смету расходов и так далее. Поэтому сегодня работа по подготовке и проведению референдума идет. Я знаю, встречался с председателем городской комиссии по проведению референдума. Она уже создана из 17 человек. Сейчас формируется состав участковых комиссий. То есть идет работа по подготовке, скажем так, образца бюллетеня и так далее. То есть идут все нормальные процедурные вопросы, которые необходимы для спокойного, нормального волеизъявления жителей города Героя Севастополя, в котором они смогут высказать свое мнение о дальнейшей судьбе Севастополя, надеюсь, как одного из субъектов Российской Федерации. Я думаю, к концу следующей недели у нас будет все готово. И в следующее воскресенье, это будет 16 число, жители и избиратели города Севастополя смогут прийти на избирательные участки, на которых они всегда голосовали на выборах Верховную Раду, на выборах президента. В этот раз они придут и будут голосовать за свободный выбор Севастополя, за его дальнейшую судьбу и за судьбу своих детей и внуков. Почему? У нас ежедневно происходит совещание. Как и положено по закону, принимают в этом участие районные советы, районные администрации, создаются комиссии, создаются комиссии участковые, которые будут принимать решения и будут считать бюллетени тех людей, которые пришли и отдали свой голос за тот или иной вариант ответа о будущем города Севастополя и Крыма в целом. Поэтому работа идет, она идет ежедневно, это нормально, целенаправленная работа. Еще раз повторюсь, что решение было принято вчера, а сегодня сделано уже достаточно много для того, чтобы механизм был запущен. Я ни на минуту не сомневаюсь, что в течение этой недели мы произведем все необходимые мероприятия для того, чтобы все было выполнено в срок и качественно. На референдум будет вынесено, я хочу сказать о тех решениях, которые были приняты вчера. Первым пунктом Севастополь определил, что город Севастополь является субъектом Российской Федерации на территории Российской Федерации. Это первое. А второе, мы поддержали решение Крымского парламента о проведении всекрымского референдума и присоединились к нему. Здесь в данном случае мы объединяем усилия с нашими крымскими земляками, если хотите сказать. Будет два вопроса. Вы за то, чтобы территория Крыма и Крым в целом были субъектом Российской Федерации. Первый вопрос. Или альтернативный вопрос. Вы за то, чтобы Крым был в составе Украины по конституции 1992 года. Это очень демократично. И каждый пришедший к избирательному органу может для себя определиться. Либо он за то, чтобы Крым и в том числе Севастополь был частью Российской Федерации, либо за то, чтобы Крым и в том числе Севастополь был частью Украины. Поверьте, мы к этому были готовы. Я не буду раскрывать всех секретов, но у нас есть, но я не хочу сказать адекватный ответ. У нас есть выход из этой ситуации. И мы, все люди, которые придут к избирательному органу, увидят себя в списках избирателей, получат бюллетени и проголосуют. Я не готов сказать от кого, но, насколько я понимаю, и Крым, и Севастополь готовы принять любых наблюдателей. Нам нечего скрывать. Мы знаем, как настроены севастопольцы и крымчане. Поэтому мы всех ни от кого ничего не скрываем. Если кто-то изъявит желание приехать и посмотреть, как голосуют севастопольцы и крымчане, пожалуйста, они могут смотреть. И легитимность этих выборов я не ставлю, и никто не сможет поставить под сомнение. Спасибо.